Гололёд и зелень. Инспекторы ГАИ предупреждают об опасности на дорогах из-за аномальной погоды. Откуда дровишки из леса Вестима? Торговцев наркотиками задержали в дебрях мещеры. Жду ответа, как соловей лето. В мире отмечают День почты. В Спасском районе наркодилеры организовали торговлю героином в лесу. Уже судимые за незаконный оборот наркотиков мужчины регулярно привозили на автомобиле криминальный товар из Подмосковья. 39-летний лидер группы решал вопросы закупки, хранения и фасовки наркотиков, аккумулировал денежные средства, а его 35-летний сообщник подбирал клиентов и контактировал с ними. Сотрудники регионального наркоконтроля задержали двух участников преступной группы, которые организовали постоянный канал доставки избытогероина на территории Рязанской области. Наркополицейские установили, что двое жителей Рязани и района активно занимались розничной торговлей наркотиками, сформировав за время своей преступной деятельности солидный список клиентов. Подозреваемые ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков и в настоящее время они регулярно привозили на автомобиле криминальный товар из Подмосковья. При этом 39-летний лидер группы решал вопросы закупки, хранения и фасовки наркотиков, аккумулировал денежные средства, а его 35-летний сообщник занимался подбором клиентов и напрямую с ними контактировал, тем самым оставляя своего товарища в тени. По оперативным данным преступники в последнее время проживали в селе Выползово, а сделки проводились в том же районе на Лесной поляне. Так в течение дня были задержаны два автомобиля, в которых семь клиентов возвращались в областной центр с приобретенным наркотиком. Установив точное местонахождение сбытчиков, находившихся в недостроенном особняке, оперативники осуществили их задержание с поличным. Просто так или что? Или за деньги? За деньги. Взамен телефон. И за деньги, и взамен телефон. Каждый день? При проведении личного досмотра и обыска дома с привлечением служебной разыскной собаки, наркополицейские обнаружили 120 среднеразовых доз героина, расфасованного в так называемой чеке. Следственным отделом ОФСКН по данному факту было возбуждено уголовное дело. По решению суда фигуранты заключены под стражу. Вопросы бюджетной политики стали главными в повестке заседания Рязанской областной думы 9 октября. Также депутаты приняли поправки в законодательство, обеспечивающие дополнительную поддержку налогоплательщиков в сложной экономической ситуации. Сегодня в областной думе обсудили вопросы, которые касаются порядка формирования регионального бюджета. Некоторые позиции действующего законодательства приостановлены. Новый бюджет теперь будет однолетним. Также депутаты обозначили сроки предоставления проекта закона о бюджете в думу. Губернатор внесет его не позднее 15 ноября. Также на заседание думы приняты поправки в законодательство, обеспечивающие дополнительную поддержку налогоплательщикам. Норма областного закона о налоговых льготах, по которой на льготы могут претендовать только те, кто не имел недоимок по налогам и сборам на конец отчетного 2014 года, для некоммерческих организаций действовать не будет. И сегодня же парламентарии удовлетворили просьбу Андрея Глазунова о досрочном сложении депутатских полномочий. Все его обязательства перед его избирателями фракции «Единая Россия» возьмет на себя. Это очень ответственный пост, но учитывая задор, молодость, опыт законотворческой работы, опыт работы об исполнительных властях, имея юридическое образование, Андрей Александрович, я думаю, справится с возложенными на него задачами. Конечно, Андрей Александрович был избран по одномандатному округу, у него есть обязательства перед избирателями. Но я думаю, что нам, депутатам, придется взять часть хлопот на себя. Это работа в общественных приемных, то есть мы будем принимать людей, которые, так сказать, проживают в данном округе. Ну и все его обещания нам придется исполнять. До выбора по избирательному округу номер 16 состоятся в 2016 году. Завершился процесс подачи тепла в дома и учреждения. Где отопление уже дали, а где ремонт теплосети продолжается до сих пор, узнала Оксана Тебенихина. Отопительный сезон в этом году начался очень вовремя. На этой неделе в Рязани установились первые ночные морозы. Подача теплоснабжения осуществлялась согласно графику включения отопления, утвержденного в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. За предшествующие 8 суток, как положено по графику, было произведено подключение к системе централизованного теплоснабжения более 2700 многоквартирных жилых домов, около 300 объектов социальной сферы, детские сады, школы, больницы. Причем надо отметить, что объекты социальной сферы подключались в первом очередном порядке и с даты объявления начала отопительного сезона они все были подключены к отоплению в течение первых четырех дней. Мы считаем, что в этом году подключение города к системе теплоснабжения, обеспечение теплом прошло достаточно организованно, в установленном графиком сроке, без каких-либо серьезных отклонений от этого графика. И сегодня перед нами стоит уже задача налаживания режима обеспечения отопления надлежащего качества во всех домах, во всех учреждениях. На сегодняшний день подача отопления осуществлена всем абонентам РМПТС от 76 котельных, 123 центральных тепловых пунктов и 285 тепловых камер. Процедура включения, она, конечно, предполагает выявление тех, скажем, узких мест, которые не были выявлены в ходе ремонтных работ или в ходе предварительных гидравлических испытаний. Оперативно наши ремонтные бригады все эти повреждения устраняют. Если имеют место какие-то отключения, они носят локальный и кратковременный характер. Некоторые рязанцы были недовольны столь ранним началом отопительного сезона. Между тем, погодные условия заставили их поменять точку зрения. То, что касается, ну, скажем, тех случаев, которые сейчас обсуждаются в некоторых средствах массовой информации о том, что это все сделано в ущерб потребителю, ничего подобного. В ущерб потребителю ничего не было сделано. Спросите потребителей, если бы мы начали пусковые операции сегодня, устроило бы ли это жители города Рязани получить последнего жителя города Рязани по графику, который получил бы отопление числа 18 октября. Я так думаю, что до этого момента мы, конечно, наслышались очень много неблагоприятных отзывов, нелестных отзывов в свой адрес. Пока котельные работают не на полную мощность, но по мере усиления морозов подача тепла будет осуществляться более интенсивно. Оказывается, первый конверт для письма был ни капельки не похож на современный вариант. Наши предки обматывали письма веревками. А в Вавилоне вообще покрывали сообщение жидким раствором глины и оставляли его с окон с подсолнечными лучами. Самый последний вид конверта недавно был создан из пластика. Его даже порвать нельзя. Теперь Международная почта говорит почти на 7 тысячах языках своих клиентов. А всю неделю до 9 октября в преддверии Всемирного дня почты во всех странах проходит неделя письма. Поздравляла сотрудников Рязанского почтамта с праздником и вспоминала, как писать бумажные письма Олеся Харлина. В век высоких технологий интернета День почты, или как называют его во всем мире World Post Day, кажется праздником из прошлого. Но это только на первый взгляд. Отправлять посылки и бандероли, делать денежные переводы, подписываться на газеты и глянцевые издания, получать заказанные онлайн и по каталогам товары, воспользовавшись услугами почтового отделения, все так же надежно, как и столетия назад. Сегодня только через одного оператора в день проходит 150-200 человек. Сейчас ускоренная почта, вот это развивается, и очень, кстати, удачно от двери до двери. То есть есть курьерская служба, которая у меня ездит, забирает и привозит, и мы обрабатываем, и отправляем. То есть и там до получателя везут. Раньше, если бы сказать, то было, например, взять вот одну полку. То есть это вот, я говорю, в далеком прошлом. Сейчас, видите, нам пришлось уже и кладовую, как увеличить. Ольгу Давыдову называют потомственным почтальоном. Она пришла работать в 95-м году. Сначала под руководством своей мамы. И вот уже 10 лет возглавляет центральное отделение Рязанской почты сама. По моему отделению я могу сказать в пределах 120 тысяч в месяц, исходящей корреспонденции. И я считаю, что все-таки писать письма рукой, это довольно-таки интересно и приятно получателю. Написание письма оказывается вообще очень полезная процедура сродни самостоятельной психотерапии. Современная молодежь, строча бесчисленные сообщения в социальных сетях, и не знает, каково это, месяцами ждать ответа, написанного рукой близкого человека. Теперь почтамты проводят даже уроки письма. У нас есть специальные конверты, которые выпущены к этому празднику. Есть специальный календарный штемпель. Проводим спецоглашение красивые. Уходят эту неделю праздничные конверты. Международная неделя письма, она приурочена ко Всемирному дню почты в честь образования Всемирного почтового союза. Татьяна Обрядина вот уже 20 лет наблюдает за увлекательным процессом, как почтальоны всего мира нога в ногу шагают вместе с неумолимым прогрессом. Почта – это давно не только письма, посылки и квитанции, но и многочисленные конкурсы, викторины, праздники, акции. Например, абсолютно любой посетитель может оплатить копеечную квитанцию и обеспечить подпиской журналов ребят из детского дома. Я хочу в преддверии этого праздника поздравить всех своих коллег с праздником, пожелать им здоровья, успехов в работе, выполнения всех поставленных задач. Я всех поздравляю, всех почтовиков, наших российских почтовиков, почтовиков всего мира с нашим праздником, со Всемирным днем почты. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и идем писать настоящие бумажные письма. Все-таки есть в этом своя неповторимая романтика. В четверг, 8 октября, рязанских юных автолюбителей наградили в региональной госавтоинспекции. Команда Рязанской юношеской автошколы вошла в десятку лучших команд России по автомобильному многоборью. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в конце сентября. В чемпионате приняли участие команды из 18 регионов страны. О них расскажет Ольга Харламова. Между собой соревновались 22 команды из разных регионов. Ребята из юношеских автомобильных школ продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи и фигурного вождения автомобиля. Благодаря профессиональной подготовке, упорству, ну и, конечно же, стремлению к победе, наша команда показала достаточно хорошие результаты. Ребята заняли почетное десятое место. Школа еще молодая, но, тем не менее, все усилия школы направлены на занятия со школьниками, с молодежью. То есть мы плодотворно сотрудничаем с Министерством образования в этом плане, с управлением ГИБДД Рязанской области. На данный момент у нас сейчас подписано соглашение о сотрудничестве в плане безопасности и подготовке школьников по изучению правил дорожного движения на бесплатной основе. Мы уже с детьми не первый раз выступаем, вторично представляю Рязанскую область. Прошлый год мы заняли довольно-таки где-то пятнадцатое место. В этом году мы вошли в десятку сильнейших, так сказать, что благодаря все-таки стараниям моих преподавателей, мастеров производственного обучения, которые готовили данную команду. Юные спортсмены довольны результатом, но на этом останавливаться не собираются. Планируют и дальше с удовольствием принимать участие в таких чемпионатах, работать над собой, бороться с волнением, ведь иногда именно оно мешает победить. Ну и, конечно, занимать первые места в соревнованиях. Соревнования всегда волнительные. Также нас отправляли на Лигу чемпионов. Это тоже было потрясающе. В таких соревнованиях я уже второй раз. Было не так волнительно, конечно, как в первой, но готовились также усердно. Пытались все делать на скорость и на правильность. Готовились подолгу, занимались на билетах, на компьютерах решали. На машине, на автодроме ездили. Проходили сложные испытания. В Рязанском управлении ГИБДД поздравили ребят и вручили почетные грамоты. Госавтоинспекция проводит большую работу по профилактике детского травматизма, по воспитанию законопослушных участников дорожного движения. Мы начинаем работать и с детского сада, с детскими садами, школами. Но если мы в начальных классах и в детском саду рассказываем азы детям о правилах безопасного поведения на дороге, то старшеклассников заинтересовать достаточно сложно. Поэтому и мы с Министерством образования, и с автошколой «Магистраль» активно используем юношескую автомобильную школу. Будем надеяться, что и в дальнейшем ребята будут показывать достойные результаты на соревнованиях. А в будущем станут хорошими водителями, от которых во многом и зависит безопасность на наших дорогах. В регион пришла зима. В некоторых районах области второй день идет снег. Дороги покрываются белым одеялом, когда на деревьях еще зеленые листва. По прогнозам, первый настоящий снегопад пройдет только в субботу. Но уже сегодня горожане наблюдали попытки зимы вступить в свои права на два месяца раньше. В связи с нормальными погодными условиями инспекторы ГАИ предупреждают быть максимально внимательными на дорогах. «Уважаемые водители, в настоящее время по ночам температура опускается зачастую ниже нуля. Поэтому по утрам возможно на мостах, путепроводах образование наледи. Уже произошло несколько ДТП, когда в условиях гололедицы водители теряли контроль над своим автомобилем. Поэтому госавтоинспекция напоминает, что в непростых погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, не прибегать к резкому торможению». На сегодня это все новости. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. День города прощается с вами до завтра. Приятного вам продолжения вечера. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok